Всем привет! С вами снова Иван и мы продолжаем собирать док-станцию. В комментариях был вопрос, почему бы не взять материнскую плату ATX и в нее вставлять PCI-карты для дополнительных USB портов. Но дело в том, что это будет тогда другой компьютер, а мне нужно подключить к тому компьютеру, что есть. Бывает так, что ноутбук мощный. У меня не ноутбук, но тоже мощное устройство. И когда это устройство не в движении, а где-то стоит, хочется к нему подключать разных устройств. Учитывая, допустим, что ни веб-камеры встроенной, ни считывателя SD-карт у него не было, то все это приходится подключать через USB и порты довольно быстро кончаются. Сегодня у меня больше вещей появилось. Я все еще не готов все собрать, но уже можно показать идею. Это у нас оптический привод. Его можно подключить по SATA через вот такие упрощенные салазки, в которых есть питание и кабель данных. Но питания для оптического привода у них не хватит, поэтому запитывать нужно от настоящего блока питания. Кабель данных я выбрал не тот, поэтому я не смог соединить, но это не самая большая проблема сейчас. Теперь идем дальше. Вот у нас очень интересный отсек с USB портами и со считывателем смарт-карт и всяких других интересных карт. И такие отсеки интересные, они подключаются к материнской плате через USB, но совсем не тот, который обычно люди видят. И на этот случай, оказывается, есть чудесный кабель, который этот USB на материнской плате может преобразовать обратно в нормальный USB, который уже можно включить в USB-хаб. Также этот отсек хочет себе питания и это питание подается тоже от блока питания. К сожалению, выяснилось, что этот отсек хочет еще один способ соединения с материнской платой и это USB 2.0. Для него у меня сейчас переходника нет. Было бы чудесно, если бы можно было сразу с такого соединения в USB Type-A, как это с 3.0 соединением получается. Но таких готовых решений я не видел. Вместо этого я видел другой способ. Вот это 9-пиновые соединения можно преобразовать в 3.0, как здесь. Ну, а для 3.0 еще один такой же провод купить. Правда, я не знаю, как оно будет там устроено. Там, наверное, только один из двух USB кабелей будет функционировать. А то лишние порты в хабе занимать не хотелось бы. Теперь задача поинтереснее. Этот USB-хаб, который вместо материнской платы будет стоять внутри корпуса компьютера. Его надо чем-то тоже завитать. Вход у него 12 вольт постоянного тока. Гипотетически можно подключить его при помощи родного адаптера питания. Даже вместе с проводком Акаса. Интересная планочка поставляется. Ну, мне хочется пойти немного другим путем. И не только хочется, но и есть необходимость подключиться к 20-ти портовому. 20 плюс 4. 4 здесь отстегивается. Взять 12 вольт отсюда. Мне с этим соединением придется иметь дело в любом случае, потому что блок питания просто так не включается. У него нужно замкнуть контакты. Ну, а если я там замыкаю контакты, то почему бы сразу и напряжение не вывести нужное? Напряжение вывести и в коннектор постоянного тока подать на хаб. Пока я этого не сделаю, схему в сборе проверить не смогу. Так что на этом у меня пока все. Продолжение следует...